Музыка Во время дождя, снега и прочих мероприятий когда-то должно повезти с погодой. И вот в Аль-Дезерри так и происходит. Это у нас кадры еще с просмотра сегодняшней трассы. И готовятся спортсмены, мы видим, к старту. Второй день соревнований, как я уже сказал. Вчера мы с вами наблюдали за соревнованием Супергиганти. Согласитесь, гонка получилась очень интересная. Норвежские лидеры опять оккупировали педестал. Первое и второе места Кетель Янсрут и Акселун Свиндол. На третьем месте Доминик Парис. Это Супергигант. Ну, вы знаете, сегодня в скоростном спуске, скорее всего, те же самые действующие лица. Все-таки и вчера мы видели, что трасса, вот эта трасса Орелье Кили, она, конечно же, создана для специалистов спуска. Поэтому вчера в Супергиганте тоже лидеры спусковики в принципе никого не подпустили, даже близко. Ну, скорее всего, эти же действующие лица будут и сегодня. Хотя, кто знает, все-таки конкуренция очень серьезная. И лидеры других команд, в общем-то, тоже проявляют себя прекрасно. И швейцарцы Карло Янко, и Бит Фойс, и, конечно же, итальянец Петер Филл вполне может тоже сегодня побороться за призовое место. Итак, 0 градусов на старте и плюс 2 на финише. Ну, вот такая температура весенняя, можно сказать. Ночью, напомню, очень сильно подмораживает, что хорошо для трассы. Ну, и вы видите, что длина сегодняшнего скоростного спуска 3378 метров. Ну, такая классическая длина с перепадом почти 900, ну, если быть абсолютно точным, 895 метров. Эта трасса одна из самых старых в календаре Кубка мира, наряду, конечно, с Кизбюэлем, Гармишем, такими известнейшими горнолыжными центрами. Вот с какими результатами мы подошли к сегодняшнему дню. Хиршер и Пин Туро лидируют, ну и Ройтер на третьей позиции, друзья. Но здесь, конечно же, всего лишь 2-3 старта прошло с начала Кубка мира. Вы знаете, что соревнования были отменены, один этап полностью в Канаде. А вот сегодняшний этап, который мы с вами наблюдаем, он проводится взамен соревнований в Биверкрик. В американском Биверкрик в кое веки не оказалось снега. И вот в экстренном порядке соревнования перенесли сюда, во Францию. Стартовый протокол вы уже наблюдаете на своих экранах. Я напомню, как и вчера в Супергиганте, сегодня в скоростном спуске новые правила, жеребьевки, новые правила получения номеров. По сравнению с прошлым годом, да и с предыдущими сезонами, естественно, теперь выбирает первая десятка, выбирает номера с первого по девятнадцатый. Так что не удивляйтесь, мы привыкли в прошлые годы, что лидеры рейтингов скоростного спуска стартуют с шестнадцатого по двадцать второй. Нет, теперь могут выбирать прям с первого по девятнадцатый. Поэтому мы видим Янсрук третий, Свиндл пятый, Фил седьмой, Парис девятый. Вот так вот в нечетных номерах они расположились. Ну вот видите, какая прекрасная природа. Тут и звери, в общем-то, находят для себя место. Ну их, конечно, здесь никто не трогает. Все готово к соревнованиям. Вот видите, тренера тоже на этом плане, мы видим, заняли свои позиции. Ну а первый номер, хозяин соревнования, Адриен Тео, уже готов. Итак, уважаемые телезрители, мы с вами наблюдаем первый в сезоне скоростной спуск в исполнении мужчин. Естественно, в зачет Кубка мира. И проходит он во Франции в Вальдезере. Последним за первым же участником повнимательнее, хотя мы уже прекрасно знаем информацию. Да и по вчерашним кадрам мы видели, что трасса в отличном состоянии, и об этом говорят сами спортсмены. Ну, достаточно пологая. Конечно, профиль немножечко устаревший. Есть новая трасса, вы знаете, в Вальдезере, но так как соревнования были перенесены, не успевали подготовить новую трассу. И вот по старой, по этой трассе Орле-Кили, и проходят сегодня соревнования. Ну вот такой план, вы видите, да? Верхняя часть, тут нет никакой растительности, все просматривается, все как на ладони. Видимость хорошая, ну, конечно, тень иногда падает, но это во второй половине дистанции мы сейчас увидим. И в основном первый отрезок 119 км в час, но скорости здесь, конечно, не максимальные, друзья. Опять же, вот то, что трасса немножко устарела, это как раз и вынудило французов построить новую трассу к чемпионату мира 2009 года. Так что вот с 2007 года, последний раз по этой трассе стартовали спортсмены. Но, еще раз повторюсь, вот вынуждены были сегодня, на этой неделе вернуться на эту трассу, так как в Америке не смогли провести этапы. Ну вот эти затяжные виражи после карусели, ну, тут у каждого, как это принято на всех трассах, есть свои названия таких основных ключевых мест. Вот, в частности, сейчас Адриен подходит к участку под называнием компрессион. Вот эта часть здесь подсаживает и так выносит, видите, такая своеобразная яма. Компрессия прижимает, когда очень сильно спортсмена к снегу. 117 на нижней засечке, ну, тоже, видите, да, скорость для мужского кубка мира, конечно, совсем не максимальная. Нас приучили уже спортсмены последние годы к совсем другим скоростям. Но, еще раз повторюсь, не менее, все равно интересно, на любой трассе надо проявлять себя, надо, конкуренция жесткая. Адриен ТУ, первое у нас время, первый ориентир для всех, безусловно, 2-0-0-32 мы видели. Ну и Орегой. Орегой. Соревнования, конечно, надо пройти побыстрее. Мне кажется, что, конечно, сегодня кто-то выйдет, кто-то из сильнейших, 1-2-5, я не знаю, сколько человек, должны выйти из двух минут. Потому что 2-0-0 уже на тренировке было. Может быть, это будет Орегой, кто его знает. Так, немножко здесь, чуть-чуть ошибся по пути, по разметочке немножко проехал. Ну, с другой стороны, друзья, вот вы видите эту специальную синюю разметку, уже привыкли, она во всех дисциплинах наносится в обязательном порядке. Друзья, это ни в коем случае не для тех, кто, может быть, не очень хорошо разбирается, это не край трассы. То есть это не четкое обозначение границ, это просто разметка для того, чтобы спортсмены ориентировались. Так что, если вы видите, что кто-то из участников наезжает вот на эту синюю линию, это ни о чем не говорит. Это просто разметка для того, чтобы лучше ориентироваться по рельефу. Потому что, вот посмотрите, вот на этих ключевых моментах, вот здесь, в нижней части, лес, очень высокий лес, и тень падает на трассу. И вот это чередование света-тени, это, конечно, достаточно серьезная проблема. Но тут, я думаю, меня не только горнолыжники понимают, я думаю, прекрасно понимают автомобилисты. Да, вот представьте, солнечный день, вы едете быстро на машине и попадаете в туннель. Сразу, конечно, не очень комфортно такая получает ситуация, но вот, в общем-то, то же самое и у горнолыжников. Эх, ну что же, вы знаете, абсолютно равная борьба получилась между французом и канадцем, согласитесь, да? По отрезкам достаточно близко, плюс-минус, и вот на финише-то всего 16 сотых их разделили. Ну, посмотрите, как приходится здесь, закладывается в крутейший вираж, Эрик, и пришлось даже придержаться, так это, подержаться за снег немножко. Ну что ж, неплохая заявка двух лидеров команд, ну а сейчас, наверное, главные фавориты. Кетель Яндур, который тоже выиграл тренировочный заезд два дня назад, ну и, наверное, один из главных факторов, это то, что он одержал блестящую победу вчера здесь, на этой трассе, в супергиганте. И давайте, конечно, внимательно следить за выступлением летающего викинга, как называют эту команду. Ну, в общем, уже многие привыкли, в том числе и корреспонденты, журналисты. Собрано. Старается, конечно, отработать как можно в более низкой стойке Янсрук. Ну, низкая аэродинамическая стойка, это, конечно, один из главных факторов успеха в скоростном спуске, кроме того, что, конечно же, главный фактор всегда, пожалуй, скольжение на лыжах, да. Лыжи должны идти чисто, лыжи должны четко прогибаться и не идти юзом, то есть, любая пыль, или если лыжа ставится поперек линии, это тормоз, вы сами понимаете. Ну, вот в этом-то и техника, в общем-то, заключается у горнолыжников. Очень уверенно, очень уверенно по всем отрезкам в зеленой зоне идет Гетель Янсрук, заметно опережая француза. Компрессион, ну, вообще никаких тут проблем. Это раньше, вы знаете, еще в те годы, когда ваш комментатор выступал на этой трассе, вот компрессион, он был очень опасным. Он был гораздо круче, и там выносило, и был полет очень далекий, метров по 30. Но сейчас немножко рельеф более плавный, более такой пологий. Полета тоже в компрессионе нет, после компрессиона, естественно. Ну, а Янсрук, Янсрук еще раз доказывает, что он в великолепной форме. Сразу на 81 сотую он улучшает результат. Ну, что ж, молодчина Янсруда, все у него в порядке. В прошлом сезоне начало было, конечно, не таким блестящим. Но в прошлом сезоне, опять же, было традиционно американское турне, совсем другие трассы. Вы прекрасно понимаете, и тот же Лейк-Нуис, и Бивер-Крик. Сегодня в этом сезоне необычно. Необычно, что первые старты проходят он именно в Вальдезере. Ну, вот так вот погода на планете меняется, друзья, да? Мы с вами помним, что в последние десятилетиями на Вальдезере часто не было снега, и были проблемы с проведением соревнований. А вот в Америке проблем не было. И посмотрите, как все перевернулось. Теперь, наоборот, Америку с Канадой отменили, а в Вальдезере, вот посмотрите, просто раздули. Снега, сезон давно открыт, и не только для спортсменов, а, естественно, и для любителей, обычных любителей горнолыжного спорта. Ромет Бауман из австрийской команды. Вы знаете, вчера, конечно, неожиданно плохо выступили австрийцы. Это, конечно, даже удивительно. Все-таки австрийская команда в скоростных дисциплинах всегда была, есть, была сильной, и тут вопросов нет. Но вот как-то последние годы все чаще и чаще стало больше промахов. И вот вчера, если смотреть по соревнованиям супергиганта, лучший был Макс Франц на 10-м месте. Это из команды в 10 спортсменов. Лучший 10-й, остальные заметно далеко. Хиршелл 13-й, Швайгер 16-й, Райхельд 17-й. Ну, конечно же, настроение сейчас не самое, конечно, бодрое в австрийской команде, но, с другой стороны, должны ждать бой-то. Посмотрим, что из этого получится. Ну, вы знаете, Бауман даже видно визуально, что он не настолько, согласитесь, раскован, не настолько уверен, как тот же Янсрук. Такие настороженные все время движения, закладка такая, не очень серьезные виражи. Не знаю, не знаю, может быть, где-то промахнулись с подготовкой австрийцы. Очень большой проигрыш у Рома до Баумана. Ну, Рома, он и не был, в общем-то, он на таком достаточно среднем уровне в последнее время наступает. Он не лидер команды Австрии. Посмотрим, что покажут остальные участники. Ну, а сейчас подряд еще два норвежца, друзья. И здесь мы вправе ожидать, конечно, тоже результата. Мы ожидаем старта Аксела Лунда Цвиндола. И за ним обрадатель Кубка мира в супергиганте прошлого сезона Александр Амод Килде. Ну, Килде вчера, как ни странно, гонку провалил. И мы прекрасно с вами видели во время трансляции, почему, то есть, не загадка. Он допустил очень серьезные ошибки по траектории спуска Килде. И остался на достаточно далекой позиции. 22-я позиция у Килде. Но по Килде, конечно, потом. Сейчас Аксел Лунцинл, друзья. Вот во вчерашнем интервью у нас, к сожалению, немножко так скомкалась сегодня программа. Интервью у нас не получилось. Как обычно, мы это делаем перед стартом. Так вот, Янсур вчера после старта, когда его поздравляли, он давал интервью, естественно. Он сказал, что... Ну, я, конечно, очень доволен, очень доволен. Но больше меня поразило не мое выступление, а выступление моего товарища Цвиндола. Друзья, помните, да? 10 месяцев он был в статусе больного, в статусе травмированного человека. 10 месяцев назад получил серьезнейшую травму в Китсбюэле. И вот вернулся первый же старт вчера, первый старт сезона и сразу второе место. Ну, такое могут делать только мастера уровня Цвиндола. А их, конечно, по пальцам перечесть. И сегодня, сегодня, если вчера был вторым, то вполне должен и сегодня бороться. Ведь супергигант и скоростной искусств, согласитесь, достаточно похожие дисциплины. Но особенно вот на этой трассе, на трассе Ореле Кили, потому что, друзья, она не крутая. Она не крутая. 30% средний градиент уклона, ну, это по сравнению с другими трассами, с тем же Китсбюэлем, Вергеном, да, каким угодно, это, конечно, полаговато. А то, что полаговато для Цвиндола, это хорошо. О, посмотрите, а! Второй результат. И, вы знаете, вот на данный момент, ну, конечно, годка только началась, но на данный момент ситуация такая, как была вчера. Первый Янсрут, вот он у вас на экранах, уже комбинзончик снял. И второй Свиндол. Ну, поистине летающие викинги, вот это вот название. Вы знаете, я не знаю, кто из журналистов, из наших коллег придумал вот это название для норвежской команды. Но, согласитесь, оно очень симпатичное, да, и подходит. Летающие викинги звучит очень красиво. А вот Александр Амот-Пилдер. Ну что, наверное, сделал выводы из вчерашнего выступления. Посмотрим, не наделает ли он сегодня столько ошибок, как это было вчера. Кстати, все ошибки на виражах, вот он после, в середине трассы, мы сейчас отметим этот момент. Конечно, сегодня более вытянутые виражи, это не то, что было вчера, огромное количество ворот, более 40. Сегодня тоже 43 контрольных створа, но вы сами понимаете, что в спуске многие ворота проходятся вообще напрямую. Ну и длина трассы, конечно, побольше, чем было вчера. На 350 метров, даже больше, чем на 300, на 300 где-то 80 практически. Да, вот видите, в отличие от Свиндела идет с заметным отставанием Килде. Это да. Причем, посмотрите, так равномерно вот это. Сегодня нет таких грубых ошибок, достаточно хорошо работает норвежец, но посмотрите, вот даже по отрезкам видно, равномерно, вот равномерно практически, да. 30 соток, 30 соток, 30 соток, и это на каждом отрезке накапливается, накапливается, накапливается. А это значит, что общий темп, общий темп прохождения дистанции, он просто послабее. И тут, говорится, ничего не поделаешь. Конечно, до финиша уже не отыграться, здесь очень полуга на самом финише, скорость тоже такая, ну, всего 116 километров в час для мужчин, это, конечно, так, прогулка. Да, сегодня опять не будет близко Килде, все-таки более секунды он проигрывает. Тем более, что мы ожидаем достаточно плотных результатов, на трассе нет каких-то серьезных проблем, поэтому многие гонщики, конечно, могут пройти очень быстро. Не знаю, может быть, еще и сюрпризы какие-то нас с вами ожидают, хотя я вот как-то не склоняюсь к этому. Ну, вот сейчас был повтор, полет в исполнении Килды, ну, вы видели, да, что, ну, в принципе, не так уж и плохо, но все равно с потерей немножко равновесия, не очень хорошее приземление качественное, так что вот все-таки вот из таких мелких ошибок и накопился проигрыш. Друзья, ну, а сейчас обладатель Кубка мира прошлого сезона в этой дисциплине в скоростном спуске Петер Филл и должен сказать, наверное, свое веское слово. Для него, конечно, важно это сделать, потому что, вы знаете, ну, были злые голоса, конечно, были, не без этого. В прошлом сезоне, когда все многие твердили, что везение, только везение помогло Петеру Филлу, всего один раз выиграл из 11 спусков, один раз и выиграл, а вот сломался Свиндол, у которого уже было 4 победы, и что Парис потерпел неудачу на финале, а так бы он должен был Кубок выигрывать. Ну, в принципе-то да, в принципе, можно к такому мнению тоже присоединиться, друзья, но это, опять же, сослагательное наклонение. Все равно, в конце концов, прав тот, кто победил, да, в результате в концовке сезона у Филла все-таки оказалось на 26 очков, пусть и немного, но больше Свиндола, и все-таки Кубок, он, получается, заслужил по праву. А то, что на последних стартах, на пяти этапах даже на пьедестал не попадал, ну что же, просто знал, что надо накопить очки, что есть шанс, и, скорее всего, единственный, конечно, в жизни, он его использовал. Так, хорошее начало, четкое начало, а вот со второй части пошли, пошли ошибочки, пошел проигрыш, но это еще ни о чем не говорит. Полсекунды – это абсолютно недраматично. Он умеет. Ох ты, лучшая скорость, зато на финише. Лучшая скорость – 18,5 км в час, и что? Второй, вот так вот, друзья, посмотрите, он обыграет Свиндола. Очень важно для Петера, очень важно, конечно, вот в плане того, что говорили корреспонденты, я вам уже немножко рассказал об этом, надо с первого же сезона, так сказать, поставить всех на место, показать, что он действительно силен, и он это делает. И он это делает в красной майке лидера. Вот это красивый супер слоу-мошен мы вам демонстрируем. Как переживал один из тренеров итальянской команды. Ну а сейчас Бостян Клине. Друзья, ну вы знаете, теперь от славянцев можно чего угодно ожидать. Ну вы понимаете, на что я намекаю. Я, конечно, намекаю на сумасшедшую победу вчера у женщин в скоростном спуске, которую одержала славянская спортсменка Илки Штуец. Я думаю, вы прекрасно это все знаете уже. Сумасшедший был женский этап. Действительно сумасшедший. Непредсказуемые результаты там были, и падения, и ошибки. И, конечно, гонка была просто неординарной, я бы так сказал, но в хорошем, в зрительском плане вообще сумасшедшая. То есть абсолютно обратно тому, что происходит у мужчин. У мужчин мы видели вчера и сегодня в лидерах авторитеты. Те, кто много лет уже зарекомендовал себе. А у женщин там полный хаос, друзья. Там тройка вчерашняя, тройка призеров, но ни один из тысячи человек не мог бы такого предсказать. Даже специалисты. А напомню, что Илка Штуец, я бы сказал уже, у женщин выиграла. И посмотрите, Бостян Клине идет с лучшим результатом. Еще один спортсмен славянской команды. Какие молодцы славянцы-то, а? И женщины, и мужчины здорово смотрятся. Бостян-то был, друзья, вчера пятым в соревнованиях супергиганты. Это очень здорово. Неужели он сегодня замахнулся на призы, да? 60. Ну, на последнем отрезке 60, а у Петер Фил проигрывал 50. Так что тоже ведь ничего не потеряно. Надо проскользить идеально нижнюю часть. Эх, скорость заметно меньше. 118 у итальянца и 114. Это большая разница. Да, вот из-за этой разницы, видите, все-таки не второй, как Фил, а четвертый. Ну, все равно это здорово. Это же здорово. 64 сотых и четвертое место. Браво, Бостян. Браво, Славян. Славянская команда. Я даже не буду персоналией говорить. Конечно, Илка Штуец и Бостян Клине. Все молодцы. Ах, как здорово заложился. Тоже с касанием снега. Посмотрите на контакт. Ну, максимальное угловое положение. Тут, вы знаете, если еще на пару градусов добавить, то это уже будет падение на бок. Доминик Паррис. Еще один, безусловно, фаворит сегодняшних соревнований. Доминик Паррис, призер вчерашнего супергиганта. Только двум норвежцам он вчера уступил. Я уже говорил, что в прошлом году он тоже боролся до последнего старта за хрустальный глобус в этой дисциплине. Причем концовка сезона была просто сумасшедшая у итальянца, друзья. Второе место на олимпийской трассе в Корее. Затем победа в Шамуни. Затем победа в норвежском Квитфиле. Казалось бы, вот уже и кубок-то, вот он рядом. Но на финале ничего не сложилось. Санкт-Морицы. Это было просто, конечно же, ужасное поражение. И, как я уже говорил, кубок достался Петеру Филу. А Доминик был очень-очень близок тоже к победе в кубке. Сегодня тоже не заладилось, мы видим. Да, но тут даже видно было, два виража были явно выполнены не лучшим образом. Вот какие-то сбои почему-то появляются. Лыжи немножко играют. Но, вы знаете, лыжи играют, потому что все-таки есть мелкий рельеф. Вот трасса смотрится, согласитесь, на экранах просто идеально. Но мы знаем информацию от нашего корреспондента, естественно. Но лучшая скорость у итальянца, это он нас к этому приучил. Вот секунды плохие, а скорость-то на отрезке у него всегда хорошая. Скользить он умеет просто. Ну, я думаю, что один из лучших. Наравне со Свиделом и Янсру, там. А вот виражи зачастую мажет, что и получилось сегодня. Ну что, 1-0-5, конечно, позволит ему остаться, я думаю, в десятке. Но призером, конечно, уже никак. Сегодня уже нет. Как тоже симпатичный повтор. Ну и вот полет. Посмотрите, вот это классика. Вот это классика. Как раз я на этом полете немножко поругал норвежца. Килде, а вот Париска сделал просто все классно. Еще один французский, Яван Клери. Представляет он спортивный клуб «Ля Клуза». Тоже, тоже известный центр горнолыжный. Ну, в принципе, во Франции вы знаете. Такое обилие, конечно, может быть, чуть-чуть поменьше, чем в Австрии. Но, тем не менее, очень много, причем классные, классные горнолыжные центры. Ну, вы знаете, перечислять просто и не нужно. И Межеф, и Шамони, и Морзина-Варья, и Лес-Альпы, в общем. Тем более сейчас, в этом году, как никогда, ранняя зима. Здесь, во Франции, тоже снега много. Горнолыжный центр открылась. И, естественно, на Рождество, до которого осталось совсем немного, будет все битком забито. Безусловно, любителями горнолыжного спорта. Немножко нервный такой заезд. Вот в вираже смотришь, вроде лыжа идет достаточно прямо. Но когда-то излишнее. Вот, посмотрите, здесь было видно, да, вибрация. Поэтому нагрузка часто на внутреннюю лыжу, что, в общем-то, не особо принято в скоростном спуске. Все-таки распределение, ну, в крайнем случае, 50 на 50 на две лыжи, да. Или, конечно, большая нагрузка, как правило, должна падать на нижнюю лыжу. Все-таки этот скоростной спуск здесь, подстраховка, конечно, очень важна. Да. Еще один хозяин дистанции, но... Стены не очень-то помогают французам. Мы видим... Лишь девятая позиция на данный момент. Янс Ротт непроницаемый, но с улыбкой, конечно, на лице. Лидер соревнований. Давайте посмотрим промежуточные результаты. Вклинился Петер Фил между двумя норвежцами. Бостян Клина красавец на четвертой позиции. Ну, и далее вы все видите. Хотя у нас еще впереди достаточно много сильных спортсменов. Пока пауза. Возвращаемся в Альдезер и продолжаем нашу трансляцию. Ну, конечно, сегодня гораздо больше болельщиков, чем вчера. Мы с вами наблюдали. Это и понятно. Все-таки суббота. Выходной день. Ну, а у вас на экранах лидер соревнований Кьетель Янсру. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что у нас сегодня первый сезонный скоростной спуск. И проходит он во французском Альдезере взамен по той же программе отмененного в США старта в Бивер Крик. А что значит по той же программе? Эта программа составляет три дня соревнований. Вчера супергигант мы с вами видели. Сегодня скоростной спуск. Ну, и завтра гигантский слава. Естественно, в исполнении мужчин. Напоминаю, что женщины тоже три дня подряд соревнуются в Канаде в Лейк-Луисе. Или, как говорят очень многие уже журналисты, в Лейк-Линси. Переименовали многие Лейк-Луис на Лейк-Линси. Но в честь Линси Вон, я думаю, тут объяснять особо не надо, друзья. Ведь Линси Вон выиграла в Лейк-Луисе 18 стартов за свою карьеру. Вы можете себе представить? А в 18 на одной только трассе. Столько побед у большинства горнолыжников нет за всю карьеру. Она на одной трассе 18 раз победила. И, конечно, очень жаль, что она в Канаде не стартует. Но вы знаете, что травма, серьезный перелом руки у Лейк-Луисе Вона. И, скорее всего, раньше января, конечно, ее возвращение не предвидится. Но у нас продолжаются соревнования Битфойс. Очень серьезный человек из швейцарской команды Битфойс. В прошлом году, конечно, восхитил он не только своих болельщиков, но и всех поклонников горнолыжного спорта, друзья. Восхитил тем, что, будучи травмированным, не выступал практически до января месяца. То есть уже шел в разгаре давно-скоразку Кубок мира. Битфойс был травмирован, восстанавливался. Вернулся в январе и пошел просто в бой. Сразу пошли пьедесталы. Три пьедестала. И все завершил сезон еще и победой на финале Санкт-Морицы. Но это просто героический такой сезон получился. А у Фойца просто фантастика. Ну а теперь сезон новый. То, что было в прошлом, выводы сделаны. Можно даже уже и подзабыть. Нужно по новой работать. Посмотрим, что сделает в сезоне уже новым Битфойс. А сезон еще более трудный, более чем прошлый. Потому что в этом году не только традиционный Кубок мира с его многочисленными этапами, друзья. Но не забывайте, что в этом сезоне еще и Чемпионат мира, который отдельно проходит, который не входит в Кубок. Это отдельное соревнование Чемпионат мира. Само собой будет он в феврале месяце в швейцарском Санкт-Морице. Десятый результат. Ну, для Фойца это, конечно, не самый лучший расклад. Вчера он был шестым в Супергиганте. А сегодня, ну, я думаю, не удержится, конечно же. Скорее всего, не удержится на десятом. Найдутся наверняка несколько спортсменов, кто и обойдет. Эх, какой тоже хороший повтор. Посмотрите, вот как должны прогибаться лыжи. Чисто скользить на контактах. Да. Какие переживания мы увидели на лице швейцарского тренера. Но немножко не получилось. Винсент Крихмайер. Ну что австрийцам-то? Австрийцам надо что-то делать. Ну, правда, еще прошел-то всего лишь один Бауман, да? Сейчас у нас Крихмайер, ну, всего лишь второй участник. Еще же будет и Матиас Майер, олимпийский чемпион, друзья. Тут уж, говорится, не нужны рекомендации. Потом будет Ханес Райхельд, один из самых опытных и сильных. Ну и отмарш-тридингер. Неужели никто опять не сможет что-то достойного показать? Ну, вчера так было. По крайней мере, вчера так было. И мы с вами констатировали, что к началу сезона австрийцы, конечно, подошли. Вы знаете, когда большая команда, то мы можем сразу выводы делать. Да, если бы это один спортсмен провалился, или даже двое там, да, ну, может, мало ли что бывает. Но когда все десять и ни один результат они показывают, это уж, конечно, очень сильно настораживает. Ну, Крихмайер пока верхнюю часть держится на уровне. Да, не, вот уже на четвертом начинает увеличиваться проигрыш у Крихмайера. Ну, у Крихмайера, конечно, супергигант. Дисциплина посильнее. Ну, по крайней мере, то, что было в прошлом году. В скоростном спуске он по итогам прошлого сезона занял 18-е место. И на пьедесталах, конечно, не был. Да, полторы секунды. Ну, что же такое, а? Австрийцы пока явно не тянут. Да, в десятку тоже не попадает. Мы видим Винсент Крихмайер. Винсент Крихмайер. Так, смотрим полетик. Ну, в общем-то, три достаточно приличных полета на этой трассе. Ну, с другой стороны, никаких-то таких суперсерьезных для мастеров такого уровня. Должны обрабатывать вообще без проблем. Но мы видели, что Крихмайер немножко напрягся тут на полете и тоже равновесие немножко потерял. Ну, а сейчас один из спортсменов, который тоже вчера давал интервью. И, вы знаете, Стивен Найман из команды США, вот он тоже один из тех, кто нахваливал трассу, говорил, что хорошие условия. Хотя с большой оговоркой. Знаете, ну, понятно почему. Конечно, сетовал на то, что домашний этап отменили. Он говорит, я настолько люблю Биверкрик, насколько там классная, хорошая трасса. И так жаль, что там соревнования отменили. Но потом, вот, в общем-то, смягчил тему. Сказал, что нет. И здесь в Альдезере все здорово. И что я один из тех ветеранов, кто еще свои годы по этой трассе гонялся. А я напомню, друзья, почти 10 лет спортсмены по этой трассе не гонялись. А вот те, кому уже давно за 30, они застали те времена. И на этой трассе выступали. И вот как раз Стивен Найман, он один из этой когорты. Когорты ветеранов. 34 года Стивену. Но он не самый возрастной. Не самый. Есть ребята даже и постарше. Ну, взять того же Райхельта. Ему вообще 36. Продолжает выступление. Смотрите, какой разброс. Вот такого мы почти не видели сегодня. Да, как-то или красная, или зеленая зона. А посмотрите, что делает Найман. Первый отрезок лучший, потом чуть-чуть проиграл. Третий опять лучший, на четвертом опять проиграл. Но тут уже, по логике, пятый должен быть тоже в зеленой зоне. Но, ой-ой-ой. Посмотрите, в компрессионе привстал. Лыжи разорвало. А это, конечно, тоже парочку десяток можно. Это и стоило. Да, скорость слабая. Теперь уже точно результата не будет. 114 км в час. Для сегодняшнего дня это очень слабо. Не попадает в десятку. И Стивен Найман. Да, как-то у нас так интересно, что складывается. Смотрите, сколько поклонники команды США такой плотной тут кучкой на финише расположились. Поддерживая своих любимцев. Ой, посмотрите. Ну, вот здесь-то, конечно, друзья. Хорошо подловил режиссер. Далеко от линии. Далеко от траектории. Да еще в свежий снег попал. В отработанный, вернее, снег. Ну, все. Это, конечно... Теперь нам понятно, где основной проигрыш. Смотрите, Янсруда показали. Какой любимчик он батончиков. Да, вот мне интересно. Это вот витаминный батончик или обычная шоколадка? Вчера, кстати, после финиша он батончиком закусывал. Может быть, их плохо кормят норвежцев здесь во Франции, а? Ну, а с другой стороны, конечно же, устал. После хорошей работы. Кристоф Инархофар. Следующий у нас. Неудачных вчерашних соревнований. Инархофар был вчера в числе тех, кто сошел с трассы. Ну, а лучшим вчера был в соревнованиях у итальянцев Петер Филл. Ну, в общем, то же самое происходит и сегодня. Петер Филл уверенно сохраняет вторую позицию. И вряд ли, конечно, ее потеряет. А вот и Норхофара не клеится и сегодня. Посмотрите, участники одной команды. Да, вот по-разному подходят к началу сезона. Да, Петер Филл все в порядке, как и в прошлом году. А вот Инархофар выглядит достаточно разобранным. Нет слитности движения, нет уверенности. Ну, вы знаете, такая ситуация часто складывается, потому что мало было тренировок на больших скоростях. Ну, вот по-другому мне трудно что-то еще предположить. Но я не думаю, что Норхофар намного меньше тренировался, чем Петер Филл. У нас, конечно, нет стопроцентной информации, но сомневаюсь, что такое могло быть. Так, тоже не попадает в десятку. Ну, что же, вот очень сильная группа спортсменов у нас вот в этих номерах с десятого по двадцатый. И пока никакого улучшения, пока никто не подбирается к лидерам. В том числе и Норхофар не может. Гильермо Файет. Ну, что же, вот кого, на кого ждут и надеются, я думаю, французы. Интересно, что в команде его, ну, Гильермо достаточно, вы знаете, в спорте и во многих видах. Ну, а что в хоккее, футболе, в горных лыжах тоже спортсмены, когда общаются между собой, они любят сокращать или фамилии, или имена. Вот Файета зовут Гус почему-то, Гильермо, ну, не знаю, вот так вот сокращенно, как того же Пинтуро. Обычно друзья по команде называют Пинту. Кстати, что касается Алекса Пинтуро и других великих, не побоюсь этого слова, Хиршера, Пинтуро и Лигити, они сегодня на старт не вышли. Вчера мы их видели всех в соревнованиях супергигантов, но, сами понимаете, супергиганты и скоростной спуск, это разные вещи. И если там они все надеялись на очки, и у Хиршера это вообще здорово получилось, Пинтуро, к сожалению, сошел, то вот в скоростной спуск даже и заявляться не стали лучшие золомисты, потому что, ну, понимают, что шансов почти никаких. Ну, наверное, в общем-то, это и справедливо. Тем более, что завтра у них суперответственный день, завтра, я уже говорил, друзья, здесь на этой трассе гигантский слалом, и мы, конечно, с вами абсолютно не сомневаемся, что вот перечисленные люди, Хиршер, Пинтуро и Лигити, безусловно, будут в рядах лидеров. Но это будет завтра. А сегодня, посмотрите, уже который подряд спортсмен на 11-е место. Файет финиширует 11-м, отодвигая своих конкурентов, того же Наймана и Нархофера подальше. Но все равно и для Файета это тоже не результат. Файет это, в общем, уже такая серьезная, признанная величина в скоростном спуске, и для него не попадание в десятку это тоже скорее отрицательный, чем положительный результат. Ну, а у нас сейчас еще одна небольшая пауза. Ну что ж, друзья, один из той троицы великой, которая упала в одном месте в прошлом году в Китцбюре на скоростном спуске, и все получили травмы. Вы припоминаете, да, ту ситуацию, такую, ну, в общем-то, ужасную, можно сказать, мы с вами наблюдали. Свиндл, Райхельд. Ну, Райхельд-то отделался, в общем-то, очень даже неплохо. Через 10 дней уже практически приступил к тренировкам и потом выступал на этапах Кубка мира. А вот Свиндл-то, Свиндл выпал чуть ли не на год. Ну, посмотрите, Свиндл выбыл на год, и он сейчас гораздо сильнее Райхельда выступает. Хотя, вы знаете, здесь я должен немножко оговориться, все-таки у Райхельда была плановая операция на спине, причем в сентябре месяце. А сентябрь месяц же это такой месяц очень ответственный в плане подготовки. И он, в общем-то, тоже пропустил. Ну, не так, конечно, много, как Свиндл, но надо это для справедливости тоже отмечать. Ну, мы видим, что Райхельд, как и вся австрийская команда, никакой, не готов. Просто не готов. Ну, я не думаю, что, хотя, вы знаете, в Австрии очень жесткие порядки, и в горнолыжных командах, и пресса там, ну, просто может удушить своих любимцев, если что. Я, конечно, не представляю, чтобы сразу после первого этапа тренера уволили австрийского. Дадут, конечно, еще месяц поработать, но для этого надо австрийцам постараться. Потому что если вот так, как сейчас все идет, то австрийцев и в пятнашки, и в двадцать никого не будет. Десятки тут и близко никого нет. Райхельд какой-то поддавленный, посмотрите. Ну, устал, конечно, дышать тяжело. Ну, вы знаете, вот что касается еще комментариев повторов, как бы даже, можно сказать, слабо не выступал спортсмен, но повторы можно найти на загляденье, потому что все-таки это лучшие горнолыжники мира, да. И они кто-то больше, кто-то меньше ошибок совершают, но, с другой стороны, конечно, у большинства-то техника очень высокого уровня, поэтому наряду с ошибками есть, конечно, и масса очень красивых, правильных моментов. Ну, тут уже, еще раз повторюсь, достаточно много зависит от режиссера, который ведет трансляцию, сами понимаете, да. Возможностей же много, камер много, можно выбрать абсолютно разные планы. Еще один представитель команды США Тревис Ганонг. Ну, что же, если только что мы с вами видели выступление действующего чемпиона мира, то у нас сейчас на экранах действующий серебряный призер последнего из проведенных чемпионатов, чемпионатов мира, естественно, в скоростном спуске Тревис Ганонг. Что ж такое происходит? Виражи. Вот эти четыре крутых виража поперек склона, вы видите их, да, в середине трассы, вы уже присмотрелись. Вот, ну, кроме норвежцев, я не знаю, ну, Фил, конечно, Бостян там хорошо прошел клины, а остальные, ну, просто один к одному. Все ошибаются, все ошибаются. Или по траектории, или не могут чисто провести лыжи. Вот посмотрите, как Ганонг на половине дистанции высмотрелся, да, еще на третьем отрезке, и все. Как только пошли крутые виражи, все, сразу мимо. А третий отрезок, ну, почти половина трассы, да, почти. Ой-ой-ой, с трудом даже в двадцатку попал американец. А вчера-то был хорош. Вот это немножко странно, друзья, да, ведь супергигант содержит в себе гораздо больше виражей, чем скоростной спуск. И если мы говорим, что в виражи бывают проблемы у Ганонга, то почему вчера он седьмой, а сегодня никакой? Вот это тоже ведь загадка. Так, друзья, ну что, я думаю, что нам уже с вами понятно, что, ну, по крайней мере, первую шестерку уже никто не достанет. Это нереально. Ну, а дальше, конечно, вот здесь по таблице изменения вполне возможные, начиная с одиннадцатой по двадцатую позицию, почему бы нет. Здесь, ну, я не сказал бы, что супер плотно, но почти в одну секунду с десятого по двадцатую вписались. Акселун Свиндау. Ну, можем смотреть, конечно, всегда и много, и с удовольствием на этого мастера. Отличное начало сезона, друзья. После травмы, еще раз напоминаю, второй вчера, сегодня третий. Браво! Ну, и Петер Филл, подтверждение класса. В красной майке, видите, он стартовал. В красной майке обладателя кубка. Ну, а Янцерут-то вообще великолепен. Два дня, две победы. Ну, и вот после этого повтора давайте сделаем небольшую паузу. Друзья, ну, и вот уже... Так как приближается завершение нашей трансляции, мы уже показываем вам лучшие моменты сегодняшних соревнований. В частности, посмотрим на тридцатого участника сегодняшнего спуска. Это Марк Гизин из швейцарской команды. Очень трудно ему здесь виражи даются. А знаете, почему трудно? Посмотрите, слишком высокая стойка, и такие прям чуть ли не в полный рост вставал Марк. А это говорит о том, что ему трудно все это дается. Да, ну вот похожая ситуация, вы знаете, на выступлении очень многих сегодня. До половины трассы, ну, чуть-чуть менее половины, держатся все в очень таком узком коридоре, проигрывают, как правило, немного. Ну, вот как только вот эти связка очень длинных технических виражей, и тут сразу полторы секунды. Так что в этом плане Гизин не особо отличается от многих сегодня. Ну, а, естественно, на пятом отрезке уже и больше двух секунд. Да нет, Гизин не очень готов. Вот такие ошибки говорят, вы знаете, зачастую о том, что физическое еще и самочувствие, мне кажется, не лучшее. Смотрите, как высоко. Ну, это совсем, совсем плохо. Может быть, чувствует себя, но у нас просто нет информации. Может быть, со здоровьем проблемы. Друзья, ну, думаю, вот на этом кадре представлять никого не надо, да? Сегодня победили лучшие обладатели Кубков Мира в скоростных дисциплинах и Янсрут, и Петер Фил, и Свиндл. Все владельцы хрустальных кубков именно в этих любимых видах. Так что в отличие от женских соревнований у нас сегодня никакой сенсации. Ну, если, конечно, не считать то, что Бот Семклин и опять в рядах, лидеров, ну, вы знаете, Боснин уже нас приучает. Он в том году был призером, и сегодня стучится уже, стучится на пьедестал славянский спортсмен. Молодец. Да, друзья, ну вот теперь уже точно такие завершающие у нас кадры. Еще одного спортсмена мы покажем, потому что выступил он сегодня достаточно здорово. это Андриан Смисет Сейрштетт. Норвежский спортсмен, стартовавший под далеким 48-м номером, умудрился попасть в 30-ку лучших. И это, конечно, очень хорошее достижение. Ну что же, Сейрштетт, судя по всему, должен приходить на смену, вернее, уже пришел на смену Свиндолу и Янсруду, друзья. Я ни в коем случае не намекаю, что эти великие норвежцы завершают карьеру. Нет, еще год или два тот же будет выступать, конечно, Свиндол. Но, друзья, этот же парень-то на 10 лет моложе. Именно ему принадлежит будущее. Ну, не только ему лично. Там есть еще тоже пару ребят талантливых, мы знаем, у норвежцев. Но Сейрштетт, браво, браво. 28-е место, 3 очка за счет Кубка мира. Это совсем неплохо. Я напомню, что, что касается российской команды, то вот мне не очень понятно, почему Трихичев не выступал. Он здесь единственный, от россиян заявлен. Вчера был, правда, очень слабо выступил в супергиганте. Но ведь он от россиян планируется на выступление в комбинации. Почему же пропускать скоростной спуск? Ведь комбинация это всегда скоростной спуск плюс лалом. Тем более на чемпионате мира. Но нет, в протоколе не было сегодня. Паула Панграца мы еще успели зацепить в рамках нашей трансляции. Но Панграца изначально, я думаю, вряд ли на что-то мог бы рассчитывать. Тридцатка сегодня вместилась в две с половиной секунды. Ну, в общем-то, достаточно плотно. Две с половиной секунды. А вот такое отставание, как у Панграца, ну, это, конечно, это очень далеко. 48-й результат. Пять секунд отставания у Итальянца. Данкельмайер. Даниль Данкельмайер. Ну, может быть, и неплохо, что мы увидели выступление еще одного австрийского спортсмена. Просто я не могу еще раз не сказать, насколько слабо, неожиданно слабо выступила такая сильная команда, как сборная Австрия. Лучший результат сегодня, друзья, австрийцев. Ну, я, наверное, можно пригласить наших телезрителей. Тот, кто, может быть, стоит, кто присесть на стульчик. 17-е место. Это лучшее, что смогли сделать 10 австрийских спортсменов. Макияс Майер 17-й, Крихмайер 18-й, Бауман 20-й, Франц 21-й, Райхель 24-й, а остальные еще хуже. Да, ну, не знаю. Причины такого провала нам неизвестны. Может быть, по свежим следам завтра что-то мы где-то... Информации у нас всегда много, в том числе и, конечно, по каналам, по нашим каналам. Наши корреспонденты наверняка наведут какие-то справки. Ну, в любом случае поговорим еще завтра об этом. Друзья, ну что же, завершается очередная трансляция Горнолыжного Кубка мира на канале Евроспорт. Мне остается добавить, что сегодня с вами были режиссер трансляции Павел Минин и комментатор Владимир Андреев. Смотрите Евроспорт, смотрите Горные лыжи. До встречи.